Приветствую друзья! Поскольку усилители MT602 до сих пор разлетаются словно горячие пирожки, компании X-DOOM было решено выпустить его логическое продолжение. Кстати, тоже на двух лампах 6G1. Но с приятной светодиодной подсветкой, кнопкой переключения гейна, механическим тумблером и встроенным в этот же корпус ЦАПом. Теперь можно не только облагородить звучание какой-нибудь акустической системы или прокачать звук своих наушников, но и использовать как полноценный самодостаточный комбайн. Знакомьтесь, это X-DOOM MH02. Поехали! Коробка у аппарата обычная, сделанная под стать его габаритом. В комплекте шла документация, переходник с 3.5 на 6.35 мм джек, Type-C кабель в матерчатой оболочке, блок питания на 12 вольт 2 ампера и два шнура с заземлением. Евро и какой-то непонятный. По геометрии девайс лишь чуть-чуть отличается от уже упомянутого мною MT602. Исчезли прорези по бокам, тумблер переехал назад, появилась подсветка, механическая кнопка гейн и вход на Type-C разъеме. Две пары RCA были еще на усилителе, однако теперь это не просто вход и выход в качестве предусилителя, но и вывод сигнала от ЦАПа. Получается, звук к нам приходит аналоговый по RCA или цифровой по USB. А собираем его мы на второй паре RCA и массиве разъемов под наушники. Среди которых есть балансный пентакон 4.4 мм, забытый всеми 2.5 мм джек и классический уже студийный 6.35 мм. С кнопкой усиления получилось немного странно. В нажатом состоянии это низкий гейн, а в отжатом высокий. По логике должно быть ровно наоборот. Светодиод горит себе и горит. Видимо изначально хотели поставить сюда цифровой регулятор, но почему-то передумали. Лампы светят, корпус греется, полная благодать. Регулятор у нас механический с чуть тугим плавным ходом. По мощности же тут целых 1.3 Ватта на все имеющиеся выходы без разбора, баланс или не баланс. Под Windows 10 и 11 ЦАП определяется автоматически готовой работать через всем известный драйвер Васепи. Однако и к нему подходит софт от XMOS. А значит можно выбрать битность, задержку сигнала и даже использовать ЦАП посредством профессионального асио интерфейса. Честно скажу, не думал, что его так начинили. Со смартфонами, планшетами и приставками он тоже работает в том числе и через BitPerfect режим. У них кстати есть свое приложение под Android. Замеры я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ЦП Иванда Космос. В результате RCA как для лампы показал себя просто гениально. С достойной линейностью АЧХ, почти отсутствующими шумами, высоким динамическим диапазоном, без взаимопроникновения каналов и с характерными для ламп гармониками. Балансный выход оказался чуть лучше в плане шумов. В остальном же один в один с RCA. Ну а студийный выход 6,35 мм отличается только количеством шумов. В целом неплохо. А вообще лампу редко измеряют в силу специфики ее характеристик. Так что на оценки тут смотреть не надо. По звучанию. И за это я прямо обожаю лампы. Здесь очень хорошая выразительность. У тембров есть глубина и объем. Приятная аналоговая теплота, насыщенность и та самая аудиофилская певучесть. Подобный звук не просто хочется слушать и можно наслаждаться. Причем на любой стадии меломании. И это заметьте с учетом, что внутри стоит недорогой мобильный чип. Конечно есть нюансы. При включении надо немного подождать, пока лампы прогреются. На фоне слышен шорох и легкий шум. Разбаланс каналов есть на низких значениях громкости. Ну и естественно, общий нагрев устройства. Но звук, как говорится, все это окупает. Задатки у MH02 не ниже, чем у серьезного транзисторного комбайна. Специально сравнил его Celeste CD20 на актуальном ESS ES9039Q2M. Так у мобильного ЦАПа нет даже тени того масштаба, мелодики и вовлеченности, что мы имеем на нашей лампе. Хотя, на фоне остальных ЦАПов своего форм-фактора, он чуть ли не один из лучших. Это на тему того, что же лучше купить для ноутбука или телевизионной приставки, чтобы не особо дорого, габаритно и в то же время заметно так улучшало звучание. Да, грязь тут есть, как и искажения, но на то она и лампа. Однако звучит это естественно, без грубости, излишней агрессии, сибилитивных призвуков или отстраненной сухости. С лампой всегда весело, задорно, очень комфортно и сверхмелодично. Разрешение, возможно, не такое взрослое, как бы хотелось. Однако все нюансы, так сказать, на своих местах, да и к динамике никаких вопросов нет. При этом бас тут густой и глубокий, серединка контрастная, предельно выразительная, а верхали, чтобы чуть-чуть подчеркнуть или наполнить пространство перкуссией. То есть ровно как оно и должно быть в аппаратуре высокого класса. Это наиболее простой вариант, так сказать, обмануть систему. А если еще и лампами поиграться, можно вообще пробить потолок. Высокий гейн добавляет в звук остроты, четкости и динамики, а низкий, наоборот, сглаживает, делая его масштабным и собранным. В целом, звучание здесь с достаточным количеством воздуха, напористое, живое, с довольно неплохой прорисовкой нюансов и приличным разрешением. Внешний усилитель для наушников совершенно не нужен, а значит девайс абсолютно самодостаточен и прекрасен в своей самобытности. Помнится, я рекомендовал связку из мобильного ЦАПа и усилителя для наушников MT602. Так вот, это то же самое, только в одном корпусе. От Cyrus Logic CS43131 девайс получил шикарный напор, скорость и артикуляцию, а за счет лампы насытил это сочностью, мелодикой и почеркнутой эмоциональной частью произведения. Получилось на отлично. Если не хочется городить на столе дорогущие башни, Xdo MH02 даст схожий опыт и неплохие впечатления от прослушивания. В нижнем сегменте ничего лучше, друзья, я еще не слышал. Подводя итоги, ламповый ЦАП MH02 лично меня порадовал своим внешним видом, аналоговым светом ламп, наличием гейна мощнейшими выходами на наушники, которые тут, так сказать, на любой вкус и цвет, ну и возможностью использовать его как обычный ламповый предусилитель. Минусов, как таковых, я в нем не нашел, а вот позитива от использования такого девайса просто море. Включая, естественно, и ту самую теплую атмосферу. По звуку он тоже хорош. Четкий, глубокий, насыщенный, с хорошим разрешением, разделением инструментов, масштабом и вовлеченностью в материал. А как с ним звучит вокал – это нечто восхитительное. В общем, если нужно что-то недорогое, желательно с лампой, это одно из лучших решений на рынке. Мне очень понравилось. Гоняю его, наверное, уже полгода и только лишь положительные эмоции. А на этом, друзья, у меня все. Это была модель X-DOO MH02. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok